Ну и слово «не воробей» вылетит, готовь бритву, тренер нашей фантастической сборной по фехтованию Ильгар Мамедов сдержал слово и постригся на лысо. Ну и теперь все по порядку. Кардинально изменить прическу Мамедов пообещал еще до игр и условия поставил соответствующие. Две награды, высшие пробы, два гимна. В результате одна лысая голова. Да, долг плодежок страшен. Ну вот, ребята, вчера, недолго думая, вооружились ножницами и бритвой. Перед вами Яна Егорян и Тимур Сафин. Именно они и лишили наставника шевелюры. Накануне мы в прямом эфире говорили с Ильгаром Ешаровичем и о результатах подопечных и о споре. Если усы Газаева, лицо тренера так и не покинули, то Мамедов оказался человеком слова, хотя переживал, что блеск лысины затмит сияние золотых медалей его мушкетеров. Плюс ко всему у Мамедова намечается встреча с президентом в Кремль. Тренер с сияющей макушкой ехать не планировал. К встрече с Владимиром Путиным он хотел подойти еще в волосатом состоянии, но потом сбросить проспоренную шевелюру прочь. Ну вот, ребята его планы изменили. Кадры замечательные. Смех, веселье. Ну вот, как только дело дошло до бритвы, ребята озаботились отсутствием аптечки. Что-что, а наносить колотые раны они умеют. Сейчас троище пойдет. Аптечка есть? А есть водичка? Ну вот, кстати. Какой-нибудь этот стасик или что-нибудь такое. Стасик? Нет, ну или какая-нибудь тарелка. Океан тебе в помощь. Тем не менее, не обошлось без ранений. Бродобрей, атропиры и сабли справились с задачей по-чемпионски виртуозно. Вот это уже не первая радикальная стрижка. У Мамедова во время Олимпиады 1996 года тренер, а тогда еще спортсмен, уже обещал ответить головой за победу. Мол, в случае золота расчехлю бритву. Триумф не заставил долго ждать. И вот 20 лет спустя, как тут не вспомнить мушкетеров Александра Дюма, наставник, решил разрядить обстановку. Если, говорит, хотите увидеть лысого тренера, выполните медальный план. Спортсмены так вдохновились, что завоевали на два золота больше. Кстати, сам Мамедов чемпион с приставкой «Супер». В его активе два золота Олимпиад в Сеуле и Атланте. Серебро мирового чемпионата и четыре триумфа на континентальных первенствах. О кубках и титулах СССР и России я уж даже и говорить не буду. Но разве может настоящий чемпион бросать слова на олимпийский ветер? Вот он, результат трудов его подопечных. Кстати, сказать прическу Мамедова еще не доделали. Самое сладкое оставили на потом. Окончательное оголение макушки наставника произойдет в олимпийской деревне. Якобы это дело слишком интимное, чтобы выставлять его на показ. Но, впрочем, еще неизвестно, как Ильгар Яшарович отреагирует на парикмахерские потуги его чемпионов. Сафина Игорян он ласково называет извергами и мечтает отыскать зеркало. Оно, говорят, всех рассудит. Спортсменов, значит, 7 золотых медалей. Тоже, Ян, это 2 золота. Она совсем обнагрела. В 22 года съехал. В 22 года 2 золота олимпийских игр. Представляете? Вот эти изверги меня искромсали в мою голову. Так что, не знаешь, долг с платежом страшен, как говорится. Но тебе я снова прическа. Но я долго себя еще не видел. Зеркало сейчас приеду, посмотрю, что они со мной сделали. Ну а семья.